Если не хочешь, чтобы я мамка отпиздил, смотри это видео в наушниках. Всем привет, братья и сестры! На связи отец Евген. Если ты смотришь это видео, братик, значит ты наверняка знаешь, о чем оно будет. Да-да, это очередной дуо-турнир отца Евгена «Голодные игры». Добро пожаловать! Девя, человек живых, что вообще происходит-то? Ты его уже не спасешь, братан. Побежал. Летит к нему граната. Вынесли их, отправляют мне сердечки. Спасибо, братан. Ты пидаран. Купидон получил по жопе лёг. 120 хп у него. Сделал килл, сделал второй килл. Хорош! Шадл, давай тащи, поставлю тебе дожила. Еврей выносит. Он их вынес? Да ладно? Стреляют под драку. Наруто отстреливается. Там кого-то на вышке. Делает 4 килла. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Сегодняшний турнир, я уверен, будет просто охренительный. Я для него, даже смотри, как ты можешь видеть, оделся в такой вот камуфляжный стилёк. Красавчик. На самом деле, братик, я эту курточку сейчас сниму, потому что я ж не долбоёб, блядь, дома в куртке сидеть. Как ты можешь видеть, у нас собралось 24 команды по 2 человека. В прошлый раз их было 20. Если ты по какой-то причине пропустил видеоролик с прошлого турнира, то ссылочку на него я оставлю в описании. Никнеймы ребят, которые участвуют в турнире, у тебя прямо сейчас на экране. Вот они, вот они, рыцари-бойцы, которые прямо сейчас сойдутся в моих голодных играх и поборются за бабло. Я напоминаю, что призовой фонд у нас 2000 рублей. За первое место ребята получают 1000 рублей, за второе место 600 рублей и за третье 300. А оставшиеся 100 рублей я заберу себе и потрачу их на Тошараки. Великолепный план. Капитаны команд уже сидят в специально созданном чате турнира и ждут, когда я им скину айди и пароль от первой комнаты. Чем меньше времени остаётся до турнира, тем больше наколены чувства ребят. Они тут все абсолютно на измене и спорят друг с другом, кто победит. Всем желаю не занять призовые. В этот раз на нашем турнире будет два наблюдателя. Первый это я, комментатор. И второй мой младший брат Александр, который будет следить за ребятами и смотреть, используют ли те читы. Потому что в прошлом нашем турнире, к сожалению, был игрок, который играл с читами. Его никнейм я сейчас оставлю на экране. Вот он. Вот этот человек был с читами. Он играл с использованием антенны. Это когда из башки игроков торчит антенна и ты заранее знаешь, где они находятся. Для тех, кто не в курсе. Комната для первого раунда создана и буквально через минуту я скину её ID и порой мы в видосе. Да, Толя, вы в видосе, ё-моё. В охерительном видосе. Пока раунд не начался, пожалуйста, по-братски, поставьте мне лайк, а. И подпишитесь на канал, если до сих пор не подписывается. Для кого я стараюсь? Для кого такие охренительные видеоролики, блин? Ух. Напоминаю, что у ребят на сборы ровно 10 минут. Если за отведённое время ребята не успевают зайти в комнату, мы, к сожалению, начинаем без них. Итак, 24 команды в сборе. Первый раунд начинается. Давай ролик, короче, поставим на паузу, потому что я знаю, что ты уже дождаться не можешь, когда я подведу результаты розыгрыша на 3000 алмазов. Как и обещал, 3 победителя по 1000 алмазов каждому. Вот они. Прямо сейчас я отправлю каждому из победителей по 1000 алмазов. А пока я это делаю, предлагаю тебе испытать удачу и точно так же выигнать алмазы от отца Евгена. Для этого поставь лайк под этим видео и напиши любой комментарий. В следующем видео я точно так же среди всех комментаторов выберу троих счастливчиков, кому отправлю под 1000 алмазов. Желаю тебе удачи, братья. А теперь давай смотреть турнирчик. У нас 24 команды по 2 человека. Всего 48 игроков. Смотрим. Многие из этих ребят это новички в нашем турнире. Но есть и старенькие. Вот, например, 113-й со своим тиммейтом Крошем. В прошлый раз, напоминаю, они взяли топ-1 в первом раунде. Надеюсь, и в этот раз им повезет. Перестрелочка. Уже скилл топа положили. А где твой тиммейт-то? Рип. Ох ты ж, ё-моё. Что же вы так друг от дружки-то далеко ушли? Что это за тиммейт? Его друга положили, а он убежал. Сейчас, видимо, его положат тоже. Алкаш. Какой у тебя охрененный никнейм, блин. Моё уважение. Реф Дельту уже сделал 3 килла. И у него уже 60-очку. Драг. У него тут перестрелочка, да? Наверху 2. Он поставил стенку. И, к сожалению, его вынесли. Никита и Цезарь. У них по одному киллу. Смотри, они даже оделись одинаково. Вот это я люблю. Это прям командный дух. Кайфарик с Томик залутали чужой труп. Сами никого ещё не убили, а чужие трупы лутают. Будь здоров. Падальщики. Ничего личного, ребятки. Ворота, мне кажется, ты чё-то попутал. Зона в другой стороне. А вот тиммейт бежит за ним и говорит, ты дебил, блядь, ты куда побежал? Сказочный долбоёк. Ты куда реально бежишь-то? Там уедёт сейчас у команд перестрелка друг дружка, а эти как подсиралы сзади, смотри, работают. Прям сзади, сзади, но не убивают. Остаётся 23 человека в живых. Половину ребят уже вынесли. Ника, бедный, ползёт. Смотрит наверх. А где же мой тиммейт? А твой тиммейт там летает, блядь, на параплане. Ха-ха. Его! Ты его уже не спасёшь, братан, убегай. Его! Да, бро, я его не спасу, побежал. Гуд бай, братик. Так бывает. Лайк. У Кроша, тем временем, уже два... Воу-воу-воу-воу-воу! Какое мясо у них тут? У Кроша уже три килла. Получает по заднице, прячется за деревом. Вон он, враг. Стреляет по нему, попадает в хэт. Его тиммейт бежит. Ой-ой-ой, всё, положили. Поставил мину, смотри. Кидает гранату. Пацаны, у вас тут жопа просто. Сделал килл, или это не он сделал килл? Нет, это не он. У них тут просто мясо. Ты посмотри, что там происходит-то, ё-моё. Девять человек живых, что вообще происходит-то? Просто посмотри, что происходит. Положили доброго. Злой убегает за палатку. Его тиммейт умер. Злой один килл. Черныш два килла прячется за камнем и не летит к нему граната. Вынесли. Крош с Толиком, Дельта и Эври. Кто из них затащит? В прошлый раз Крош и Толик взяли топ-1. Из-за ВП. Толик поднимает его. Да не бегут прям к вам, пацаны. Так, Толик кладёт. Дельта кладёт Толика. Крош, а ты где? Пизде. Крош не успел положить Дельту, и они с Толиком выбывают. Охренеть, вот это заруба, пацаны. Нечто! Мне нужно прямо сейчас сфоткать результаты. Обязательно отпишитесь в комментариях, как вам первый раунд. По-моему, это было круто. У ребят сейчас 5 минут перерыв, и после я им скидываю ID и пароль от второй комнаты. Напоминаю, что вторая комната у нас проходит на чистилище. Раунд начинается, к сожалению. Одна команда не успела за отведённое время зайти в комнату. Мы начинаем без неё. Кто бы вы ни были, ребята, царянчик. Правила для всех одни. Не успевайте зайти в комнату, начинаем играть без вас. Карта чистилища. 46 человек живых. Покажите охуительную игру. Кто-то там спускается на парашюте. Он работает по нему. Но что-то не попадает. Что-то ты крош косой какой-то. Дракотта, 0 килоф. С Наруто они засели в домике. Видимо, как и в прошлый раз, сейчас будут сидеть в доме всю карту, а потом выйдут и будут херачить. У нас такие ребята уже были, которые всю карту на чистилище посидели в доме, а потом вышли, разъебали и взяли топ-1. Купидон отправляет мне сердечко. Спасибо, братан. Забрал. Ты пидарак. Так-так-так, вон, смотри, враг. Враг, смотри, оббегает. Вон он. Стреляет. Ах, сзади тебя. Из окна его вынес еврей. Трамп и Владимир Путин у нас сидят на вышке. Такая вот тактика у ребят. Они решили в этот раз сыграть в крыс. Не знаю, может быть, эта тактика рабочая, может быть, нет. Напишите в комментариях, как считаете, вот эта тактика, это нормальная или нет? Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать. У Дельты с евреем уже 2 кило. Дельта занял в прошлой карте топ-1. Стреляют по нему сзади, смотри, отняли ему до хера хп, 60 хп. Лекается. Его тиммейт тем временем высматривает врагов своих из дома. Дельта у нас в прошлый турнир взял топ-1. Он выиграл 1000 рублей. Пришел побороться за кэш снова, во второй уже раз. Первый раунд он затащил, они взяли топ-1. И у них уже 450 очков точно есть. Мерзкий решил закрысить и сел в уголочке. Блядь, за креслом. Мне кажется, уже нет в этой игре игроков, которые не знают про это место. Что можно вот в домике на втором этаже засесть за креслом. Мне кажется, уже таких просто в природе, блядь, не существует. Вон, вон, слева. Ох ты ж, блядь. Два выстрела и два в хэд. Алмаз, он спас своего тиммейта Ника от гибели. Купидон, получил по жопе и лег. Терминатор, спасай его. Дельта, к сожалению, остался без тиммейта. Остается у нас 13 человек уже в живых. У Кроша с Толиком, смотри. Оу, с АВП дал. На-нах, просто выносит. Но они поставили стенку, бежит в зону. Вон там стоит стеночка слева. Он бежит прям к ним. Получает по жопе. И дельту вынесли, прикиньте. Зона сузилась, остается 8 человек живых. Сейчас начинается самое интересное. Просто зарубать сейчас. У Толика 3 килла, у Кроша 2 килла. Ох ты ж, блядь, прям возле него граната взорвалась. Толя стреляет, выносит стенку. 120 хп у него. Сделал килл, сделал второй килл. 5 киллов у Толика и у Кроша 2. 7 киллов. Остается в живых у нас 6 человек. Три команды. Ван Гог и Стэтхам за деревом. Ника и Алмаз тоже за деревом. Крош с АВП выцеливает за деревом. Смотри, смотри, смотри. Выцеливает, попал, но ему сняли до хера хп. Крош, как его так положили? Сквозь стену поднимает. Остается вот Ван Гог и Стэтхам. Толик в этом контейнере с Крошем. Стэтхам ставит стеночку. Так, 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 все, начинается заруба, пацаны. Гранаты летят, будь здоров. Толик высматривает, решает обойти. Бежит, кидает стенку, по нему стреляют. Кто там стреляет, я не пойму. Ван Гог идет. Идет, 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 идет. Не успевает. Положил Толика, положили. Остается Крош. Крош! Бля, второй раз подряд они слились. Вот Крош просто затупил очень сильно. Если бы он не стал сейчас лекаться, он вполне мог затащить раунд. Но он решил вылечиться. И, блин, вот такую вот грубую ошибку допустил в конце. И второй раз подряд они взяли топ-2. При хорошем исходе, если они сейчас следующую карту сыграют, у них есть почти все шансы взять топ-1 в этом турнире. Так, давайте я сейчас что-то запиздился, бля, сделаю фоточку. Ну а пока у нас есть с вами время, небольшая рекламка. Если ты любишь играть в Free Fire и хочешь так же, как эти ребята, принять участие в моем платном дуо-турнире, то прямо сейчас переходи в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее есть в описании. Прямо сейчас там идет набор на точно такой же платный дуо-турнир с призовым фондом 2000 рублей. Стоимость участия 50 рублей с человека или 100 рублей с командой. Если считаешь, что играешь хорошо и на изи вынесешь всех остальных, то welcome. Я жду тебя в своей группе. Давай, Кобяком, иди записывайся и будем играть. К сожалению, у нас в третьем раунде снова, как и во втором, нет одной команды. Я не знаю, с чем это связано, но команда уже два раунда подряд не заходит. Видимо, они слились одни из первых. В первом раунде во втором и в третьем решили не играть. Может быть так, я не знаю. Но как бы там ни было, это их выбор. Если они решили слиться и сдаться, это их право. Но я это решение не поддерживаю. Если ты начал играть, да играй, блядь, до конца. Хули ты сливаешься? Итак, третий раунд начинается. Карта Бермуд. 46 человек в живых. И лишь два из них возьмут топ. Лавра уже положили. Колявщик остался один. Так, так кто-то там спрыгнул. Смотри, стреляет. Положил. Но мерзкого положили, но Шадл его спас. Что касается Клок Тавера. Я считаю, что Пик, Клок Тавер и Марс Электрик это самые горячие точки считаются на этой карте. Мне кажется, в финальном раунде сюда прыгать не нужно. Если вы посмотрите игру профессиональных игроков, то все из них прыгают в края карты. Спокойненько лутаешься и потом двигаешься в центр. Почему вы так не делаете, я не понимаю. Напишите в комментариях, с чем это связано. Почему ребята прыгают в центр, в самый эпик. Мне кажется, они просто думают, что они прям охуенные игроки. И они вывезут. Живых у нас 40 человек. У Шадл уже 3 кг. Нихуя себе. Забегают, сейчас будут рашить. Поставили стенку. Трамп, Путин, увидели стеночку. И ждут. Так, кидает гранату. Трамп, Путин, граната. От гранаты успешного вернулись. Добрый, злой. Чё, рашить идёте? A few moments later. Всё, добрый, злой передумали их. Рашить убежали. Думают, ну нахуй, блядь, не выходит. Пуцы, потерял своего тиммейта-везунчика. Он остался один. Давайте пожелаем ему удачи, потому что те люди... Он нас услышал, смотри, прям вовремя поставил эмоцию. Ха, дебим ёпт. Шадоу, 3 кг. Так, 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 там по нему стреляют. Смотрите, со второго этажа. Он остался один. Там, скорее всего, два человека у него во врагах. Так, так, на втором этаже. Смотри, высматривает. Увидел. Взял на прицел. Смотрит, высматривает, лекается. Шадоу, давай тащи. Поставлю тебе дожилай. Ой-ой-ой-ой-ой. Толя положил ни хрена себе. Идёт рашить, залетает в дом. Он понимает, что сейчас тиммейт идёт, скорее всего, поднимать. Заходит в дом. Так, тот поставил стенку. Ой-ой-ой, не успел. Это, это, это... Подожди, это Толик? Вот это поворот. Это положили кроши только что. Я охерил просто. Толя, блядь, вот это пиздец у тебя сейчас положение. Перемещается в дом, убегает. На втором этаже. На втором этаже улутает. Толя стреляет по нему. Не попадает, ни разу не попал. Толя, ну ты чё? Ты чё, стрелять не умеешь, братан? Я же тебя учил играть, блядь. Позоришь меня, ну... Нахер. Отец. Мурка с витамином заняли позицию. Любимую вышечку. Именно на этих вышках, которые находятся между Клоктауэром и Факторе, прячется большинство игроков. Я не знаю, зачем они это делают. Но, видимо, им так нравится. Я бы так не делал. Я ненавижу людей, которые прячутся на вышках. Вы это знаете. Смотрим, как там дела у Трампа с Путиным. Два президента двух огромных держав России и США. Играют в нашем турнире вместе. Мы должны опираться на факты. Только на турнирах отца Евгена ты можешь увидеть такое. Поставь мне за это. Лайк. За терминатором там прям погоня. Бегает. Кубидон его прикрывает. Защищал своего братика. Стрелял по жопе его преследователю. Наверху, наверху на крыше. Опять положили дельту. Еврей бежит его поднимать. Стреляют с Гранника по ним. Пипец, у них потная ситуация прям. Это на крыше Никита и Цезаря. Они вызвали два аирдропа. Толик уже сделал два килла. Находится он возле Клоктауэра. Прячется за камнем. Высматривает там кого-то. Но там никого нет. Он в очень нехорошем положении. У остальных, ребят, смотрите. Все тиммейты на месте. А он единственный, кто остался в одного. Толя, блять, я тебе не завидую. Летит Граната. Отнял там ХП, сбежит Рашик. Еврей выносит. Он их вынес? Да ладно? Еврей в одного? Так, еврея положили. Дельта ставит стенку, поднимает еврея. Мурка с витамином по-прежнему на вышке. Толик тоже на вышке, на соседней вышке. Высматривает, что происходит там у ребят. Они между собой сейчас херачатся. Смотри, стреляют. На той крыше слева прячется Дельта. Драгос, Наруто выстреливают сейчас Дельту. Выходят из дома. Бегут вниз в направлении к Толику. Пиздец, пацаны. Вот это потрат. Это я понимаю как. Что будет? Семь человек в живых. Три команды в полном составе и Толик один. Стреляют по Драго. Ложат Драго. Наруто отстреливается. Ложат там кого-то на вышке. Толик видит Дельту. Стреляет по Дельте. Положил Дельту. Еврей за деревом. Убил Дельту. Толик заработал себе килл. Вынес одного из топовых игроков. Стреляет по его тиммейту Еврею. Еврей прячется за камнем. Мурка с витамином поставили стенку. Толик в зоне. Пиздец, пацаны. Что будет? Толик отстреливается. Мурка с витамином. Идут рашить Толика. Толик стоит. Стреляет по стенке. Еврей за камнем отстреливается. Мурка с витамином за стенками. Работают по камню, по еврею. Кит стреляет из граника. Положили Мурку. Толик делает 4 килла. И он остается с евреем один на один. Финальная схватка, пацаны. Дельта и еврей взяли топ-1 в первом раунде. А Толик с Крошем брали 2 раунда подряд топ-2. Стреляет сейчас по еврею. Что происходит? Что происходит? Я не могу в это поверить, пацаны. Толя. Ты что сделал? Пацаны, я не знаю, как вам. А это, блядь, я считаю, охуительная игра. Блядь, пацаны, у меня эмоции просто переполняет. Этот турнир просто пушка. Охренительно динамичный турнир. Все три раунда прям, прям по красоте. Я сделал фотографии всех итогов трех раундов. И прямо сейчас буду вести подсчет очков. У вас это, конечно, будет через секунду. Бамс, ёпта. Итак, я посчитал очки команд и победителей прямо сейчас у вас на экране. Зелененьким первое место. Желтеньким второе место. И красным третье место. Прямо сейчас с капитанами команд я встречусь в лобби Фрифайра и отправлю им бабки. Вы красавцы, ё-моё. Толя, ох, позорно. Он отобрал у тебя топ-1, да? Давайте в чат, в чат команды скидывайте свои номера. Я их заблёрю, их видно не будет. Прямо сейчас скину всем бабки. Начнём, я думаю, с первого места. Толик, это с тебя получается. Ну, как обычно. Третье место у тебя в прошлый раз было. Чё-то врёшь-то. Пока можете, ребят, рассказать, как ваши ощущения, как вам вообще, что понравилось, не понравилось. Я много потел, когда заходил в обутен. Меня там встречали, всё время нокали. Не знаю, противники очень слабые. Я прям, ну, засыпал. Толя, тебе бабки улетели. Проверяй. Да, пришло, спасибо. Пришло? Супер, супер. Поздравляю тебя с победой. Дельта, тебе бабки улетают. Вот, всё, всё пришло. Отлично, поздравляю тебя со вторым местом. Надеюсь, в следующий раз, если будешь участвовать, возьмёшь топ-1. Хотя у тебя уже топ-1 был. Надо топ-3 теперь. Да, да, да. Тебе улетает за третье место 300 рублей. Проверяй. Да, пришло. Всё, отлично, супер. Ну, поздравляю, ребят, всех с победой. Это был охренительный турнир, вы красавцы. Всё, давай. Всем спасибо, всем пока. Давайте, удачки вам. Вот такой вот интересный, охренительно зрелищный турнир у нас с вами получился. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите об этом в комментариях. Если ты, как и ребята, хочешь принять участие в моём турнире «Голодные игры», то прямо сейчас переходи в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на неё есть в описании. И записывайся на ближайший турнир. Ну, а я прощаюсь с вами. С тобой был отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова